Добрый вечер. Это программа «На самом деле» в студии Андрей Русаков. Начало года в Российской Федерации вступают в силу новые законодательные меры, существенно усиливающие наказание за террористическую деятельность и так называемый телефонный терроризм. И это очень своевременно. В прошлом году жителям ряда городов пришлось столкнуться с террористическими актами, вызвавшими человеческие жертвы. А с осени прошлого года нашу страну просто захлестнула волна ложных звонков о минировании того или иного объекта. Причем телефонных хулиганов не смущало то, что большей частью это были социальные объекты – больницы, поликлиники, школы, вузы, вокзалы, торгово-развлекательные центры. До 4 месяца прошлого года атакам телефонных террористов подверглись более 180 городов в 75 регионах нашей страны, а всего эвакуировано более 2,5 миллионов человек. Ущерб исчисляется миллиардами рублей. Ясно, что все это носило скоординированный и организованный характер. Свердловская область также не обошли вниманием телефонные хулиганы. И то же направление удара, социальная инфраструктура, правительственные объекты и крупные транспортные узлы. Сейчас жесткому наказанию, вплоть до пожизненного заключения, будет поддержано не только само совершение преступлений, но и любое вовлечение в террористическую деятельность. И неважно, как это будет происходить – через частные беседы, социальные сети или личные разговоры. Надо отметить и то, что все эти законодательные нововведения были сделаны под руководством председателя комитета по государственному строительству и законодательству Государственной Думы, депутата от Свердловской области Павла Крошенинникова. Но дело не только в законах, дело во всех нас. Сама тема терроризма должна стать красной линией. Мы, взрослые, должны дать понять нашим детям, что не бывает ни одного вопроса, который можно решить силой. Мы должны дать понять нашим детям, что ложное именирование школы ради того, чтобы сорвать написание контрольной – не шутка, а тяжкое преступление и суровое наказание. У терроризма и террористов нет никаких шансов. Это зло, с которым мы научились бороться и которое мы победим.